Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чайпашки Ниди Легенды и сегодня против босса у нас будет сражаться Пиццилиций. За этого героя проголосовало несколько подписчиков. Что ж, друзья, с удовольствием иду вам на встречу. Давайте-ка пойдем за боссом первой главы и посмотрим, что из этого получится, как же Пиццилиций справится с этим монстром. Итак, где же наш Пиццилиций? Вот сейчас его активирую и пойдем с вами в битву, посмотрим, как же он справится с боссом первой главы. Да, друзья, это один из моих любимых героев, так как вот в начале, друзья, он у меня попал, когда я только начинал играть в игру Чайпашки Ниди Легенды и, как по мне, он очень крут. Итак, метнув зомби-пису, он шутя уничтожил одного из крэнгов, оставшихся заплевывает раскаленным сыром, вот без проблем уничтожает первую волну. И сейчас попробуем уничтожить и вот лавового голема, который выныряет из портала, это босс первой главы. Ну что ж, выглядит прикольно, забавно, немножко жутковато, пытается напугать Пиццилиций, а Пиццилиций в свою очередь забрасывает ее кальционы. Особый итальянский блюдо, который, взрываясь, уничтожает крэнга. Прошу прощения, лавового голема. Ну, как-то так. Что ж, монстр уничтожен и мы идем за боссом второй главы. Да, кроме того, друзья, давайте-ка я добавлю звука, чтобы это было интереснее. Да, наша награда это ДНК Кейси Джонса, плюс ингредиенты для прокачки. Ну, а сейчас мы отправляемся с вами за боссом второй главы, которым является шагающий танк рэнгов. Причем, мне кажется, друзья, будет здесь легко сражаться, так как у Пиццилицева сейчас вот полный запас и так вот возможности атаковать. Заплевав первую волну раскаленным сыром, он, шутя, ее сметает. Вторую я попробую уничтожить при помощи кальционы. Вот, здорово. И уже непосредственно шагающего танка крэнгов я попробую уничтожить при помощи зомби-писы. Вот так здорово трансформируется, разглаживается. Вот, мусор где-то исчезает и пытается напугать нашего Пиццилиция. Но, в свою очередь, Пиццилиция метнув зомби-пису, вот с первого удара уничтожает противника. Ну что ж, супер. Хорошо, прикольно, интересно. И мы идем с вами дальше. Итак, супер. Ну что ж, итак, давайте-ка я отправлюсь за следующим боссом. Вот, но не забываем собирать награду. Итак, ДНК железной головы плюс ингренты для прокачки. А боссом третьей головы является Шреддер, которого и попробует уничтожить наш Пиццилици. Вот, отлично. Итак, вперед в атаку. Вот, встречают нас футы, четыре группы футы. И давайте-ка я попробую кого-то из них уничтожить при помощи зомби-писы. Хороший бросок. Вот, удалось уничтожить одного из противников. Оставшиеся продолжают атаковать. Ну, а я забрасываю их кальционы. Мощный взрыв и победа. Отлично, вторая волна. Но, вторую волну я попробую заплевать раскаленным сыром. Особая способность Пиццилицева. Вот, а вот теперь самое интересное. Битва со Шреддером. Кстати, друзья, кто не в курсе, если нажать на иконку способности и удерживать, будет полное описание этой способности. Итак, вот, используя копченый сыр, как нунчаки, вот Пиццилица и наносит серию мощных ударов и без проблем выбивает Шреддера робота. Вот, кстати, друзья, кто смотрел мультик, в середине вот этой робо-оболочки находился крэнк-преступник. Ну что ж, как-то так. И наша награда это ДНК пульверизатора плюс ингредиенты для прокачки. Неплохо. Ну вот, друзья, все интереснее, все зрелище. И мы отправляемся за боссом четвертой главы, которым является вот гигантский гриб. Гигантский грибос, которого и будет пытаться победить наш Пиццилицый. И да, давайте-ка я прочту способности нашего Пиццилицого, чтобы знать, с чем же он владеет. Вот, люди грибы первые атакуют, прокачивают атаку. Ну, а я нажимаю на первую способность, что называется острое пепперони. Пиццилица бьет врага связкой по пепперони, как нунчаками, приятного аппетита. Вероятность 50% уменьшить меткость на 50% в течение одного хода. Здорово. Следующая способность сыра побольше. Пиццилицый выплевывает на врагов. Горячий плавленый сыр, разрушитель, то есть массовая атака. Вероятность 70% вызвать отложенный урон в течение второго хода, восстановление 4 хода. Супер. Кроме того, зомби-писа. Пиццилицый бросает во врага зомбирующую пису. Вероятность 75% уменьшить силу атаки на 50% в течение трех ходов. Третьего хода, восстановление 4 хода. Ну, как-то так. Итак, самая последняя способность это опасные кольцоны. Пиццилицый бросает во врага бомбу из кольцоны. Разрушитель увеличивает силу атаки на 85%, восстановление 5 ходов. И я попробую, друзья, сразу же и воспользоваться кольцоны. Взрыв и первая волна шутя уничтожена. Просто супер. Вторую, опять же, мы попробуем уничтожить. Вот раскаленным плевком сыра. Хотя, смотрите, что делать. Что делают грибы? Они прокачивают уклонение. И это очень нехорошо. Так как удары пиццилицого могут проходить мимо. Ох, ничего себе. И очередной гриб прокачал себе еще дополнительную защиту. Но все же я надеюсь, что раскаленный плевок пиццилицого уничтожит волну монстров. Да, удалось. Удалось уничтожить вот миньона босса гриба. Удалось уничтожить его грибочков, сыночков. Ну, как-то так. А вот теперь уже самое интересное. Итак, босс гриб посылает какую-то ударную волну. Пытался отравить нашего пиццилицого. Но он пиццилицый тоже не прохмах. Он, в свою очередь, метает зомби пиццу. И да, выбивает, уничтожает босса гриба. Просто супер. Хороший бой, хорошая победа. И мы идем с вами дальше. Вот, кстати, друзья. Благодарю за ваши отзывы и комментарии. Несколько подписчиков писало. А также о том, чтобы взять команду из черепашек дни для борьбы с боссами. Но за пиццилицого было больше. Поэтому как-то так. Хотя пишите в отзывах, комментариях, кого из боссов вы хотите увидеть. Вот в следующем видео. Кого из героев в сражении с боссами. Я буду действовать согласно вашим отзывам и комментариях. Ну, а сейчас сражение с боссами пятой главы. Это лавовый и ледяной голем. И в первой волне нас... Мы вообще попадаем с вами измерение X. Вы обратили внимание, друзья. Как поменялся обстановка. Встречают наши гигантские роботы крэнгов. Плюс вот крэнги на шагающих платформах. И сразу же ядовитый пудлевок раскаленным сыром. Вот, шутя, вот уничтожает первую волну. Супер. Переходим к следующей. Вот, ее тоже мы накрываем массовой атакой. Кольцонный идет вперед. Взрыв и супер. Вот, просто замечательно. Итак, вторая волна уничтожена. И мы идем с вами дальше. Итак, третья волна. Попробую я сейчас ее уничтожить. Вот, для этого попробуем собрать все силы. Итак, лавовый и ледяной голем берутся, собираются. Вот, пытаются как-то собраться силами. Атакует нашего пиццелицева. Пиццелица и в свою очередь неплохо держит удар. Ох, ничего себе. И так ледяной голем еще и пытался подморозить нашего пиццелицева. В свою очередь я метаю зомби-пиццу в лавового голема. Вот, мощный удар снимает большую часть здоровья. Но монстр уживает и заплевывает нашего пиццелицева раскаленной лавой. Вот, причем у пиццелицева еще появился негативный дебаф. Негативный эффект постепенно уменьшения здоровья. И давайте-ка я попробую допинать ледяного монстра. Мощная атака без проблем уничтожает противника. И нам осталось только победить лавового голема. Вот, что я могу сделать. Еще одна атака. Вот, по перроне. Вот, таким вот видом плавленого сыра. Вот, как на мчаками пиццелица и уничтожает голема. И это приносит нам победу. Ну что ж, вот такой вот необычный, прикольный, забавный бой. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК Мадагека. Плюс ингредиенты для прокачки. Супер. Итак, друзья, добрались до очень серьезного и сложного противника. Это крэнг номер 2. И вот здесь уже пиццелицам придется поднапрячься. Противник силен. Не просто его будет победить. Но все возможное я попробую сделать. Итак, атакует крэнги на летающих платформах. В свою очередь пиццелицей заплевывает их раскаленным сыром. Вот, и как видите, враги выживают. Постепенный урон некоторых догрызает. Ага. Даже один из крэнгов обстреливает нашего пиццелицева. Но пиццелицей добивает его при помощи нучак. Отлично. Итак, вторая волна. Сохранил я возможность атаковать. И следующая массовая атака кальционная летит вперед. И взрывом, шутя, сметает, уничтожает оставшихся врагов. Просто великолепно. Итак, добрались мы до босса шестой главы. Это крэнг номер 2, который прятался в теле Ирмы. Подружки ей переломил по мультику. Но когда пришло время, он выявил свою гнилую нутро. И атаковал черепашек. Ну а вот в нашей серии он атакует пиццелицева. Итак, обстреливает, стреляет, снимает часть жизни с пиццелицева. А вот пиццелицей, в свою очередь, забрасывает его зомби-писой. Хороший мощный удар. Удалось навешать дебаф. Постепенные уменьшенные атака. Вот, тем не менее. Ах, как круто. Итак, наш пиццелицей восстановил часть жизни. И мы продолжаем пинать вот этого крэнга номер 2. В свою очередь, он тоже наносит мощные удары. Вот, и обстреливает нашего пиццелицева. Ох, ох, ох. Досталось нашему герою. Ну а вот сейчас откатилась возможность. Я могу позволить себе попробовать заплевать его раскаленным сыром. Итак, прошел хороший урон. Вот, пиццелицей продолжает атаковать. И да, постепенный урон все-таки догрызает крэнга номер 2. И это приносит нам победу. Просто-просто великолепно. Ну что ж, честно говоря, друзья, не ожидал, что мы так легко справимся с этим боссом. Ну а сейчас самый сложный и самый необычный враг. Итак, это крэнг номер 1. Но вначале соберем награду ингредиенты для прокачки и ДНК Бибопа. Вот, супер. Ну что ж, друзья, итак, вот он крэнг номер Prime. Либо крэнг наиболее высокого уровня, с которым и предстоится сразиться нашему пиццелицам. Ну что ж, попробуем его победить. Чувствую, бой будет очень непростой. Но все же, вот надежда умирает последней. Я надеюсь, что пиццелицы справятся. Итак, один из маусеров его кусает. Футы обстреливает. Прошу прощения, друзья, это были не футы, это были крэнги гуманоидного типа. В свою очередь я их забрасываю раскаленным сыром. Вот, отлично, прошел неплохо урон. И постепенный урон, кстати, догрыз всех врагов. Это было замечательно. Итак, еще одна волна. И вот здесь, друзья, я в раздумии. Стоит ли мне использовать массовую атаку? Вот мы перейдем в непосредственной битве с боссом. И это, мне кажется, очень плохо, так как я недостаточно прокачал моего героя. Ну что ж, я, тем не менее, метну. Итак, метнул и подорвал кольцо на пиццелицей, без проблем уничтожая вторую волну. А вот теперь переходим непосредственно к третьей волне, где нам предстоит справиться с супер-боссом, супер-крэнгом номер один. Крэнгом прайм. Вот так он звучит. Итак, пиццелицова обстреливает крэнг, причем космический какой-то, видите, он в скафандре, плюс еще щупальца на революках. И одной атакой снимает сразу же большую часть жизни пиццелицова. Но тот еще не погиб, в свою очередь атакует метну канализационный люк, он снимает часть жизни. Вот продолжает атаковать вот крэнг номер один, достается пиццелицому. Вот, но опять же он восстанавливает здоровье, а вот пиццелицый продолжает его пинать мучаками. Чудесно. Итак, что дальше у нас? Ага, еще одна атака. Вот крэнга, вот он пытается уничтожить нашего пиццелицова, но пока это у него не получается. Еще одна мощная атака пиццелицая и жизни уже у крэнга. Вот так и хочется сказать крэнга классического. Это не крэнг классический, это крэнг из мультика. Вот такой вот крутой страшный монстр. Тем не менее, постепенно, по чуть-чуть мы будем стараться обнулить его жизнь и рано или поздно это сделаем. Итак, ударом с их щупалец. Крэнг классический пытался. Ох, 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 друзья. И смотрите, сколько мало осталось здоровья пиццелицова. И я в шоке. Наш пиццелицый погибает. Как же так? Как же так? Я был уверен, друзья, что мы победим, но мы проигрываем. Вот, друзья. И я думаю, надо немножко поменять тактику. Вот здесь мы можем победить. Просто мне надо было массовые атаки оставить на финал. Давайте-ка я так сейчас и сделаю. Вот. Используем просто первую способность. Вот оставшиеся способности мы оставим вот уже непосредственно на босса. Итак, выживает. Но постепенно он подгрызает большинство врагов. Ох, ничего себе. Маусер восстанавливает жизнь. Вот. И крэнги пытаются... Нет, давайте-ка, друзья. Все-таки я уничтожу их при помощи кальсоны. А вот вторую волну я буду постепенно их уничтожать. Не буду активировать особые свойства. И надеюсь, что мы накопим энергии, чтобы уничтожить крэнга прайма сразу же. Итак, врагам удалось прокачать скорость. Враги атакуют. Это крэнги гуманоидного типа. Плюс еще роботы крэнгов, которых могут сворачиваться в шары. Вот. Я зомби-пису пока приберегу. Давайте-ка обычными ударами попробуем обновить жизни роботов и крэнгов. Вот враги пытаются обстрелять, забросать бомбами нашего пиццеллица. Пока урон минимален. Вот. Кто у нас самый опасный? Кого бы атаковать? Давайте все-таки я, наверное, добью уже вот этого робота. Вот. А потом постепенно как-то будем добивать оставшихся. Ага. Один из гуманоидных крэнгов бросил нашего пиццеллица во бомбу. Но урон оказался минимальный. Плюс еще вот роботы крэнгов, которые сворачиваются в шар. Тоже пытаются нанести урон. Но все же я надеюсь, что я справлюсь. Итак, мощные удары пиццеллицева не сумели добить крэнга гуманоидного типа. Он выживает и даже пытается как-то контратаковать. Но я не думаю, что это поможет. И да, вот врагам удалось навешать на нашего героя негативный эффект. Постепенное уменьшение атаки. Тем не менее, еще одного врага удалось уничтожить. Гуманоидного типа крэнги продолжают атаковать. Их здоровье падает. Но мне осталось только их добивать. Итак, мощная атака пиццеллицева. И постепенный урон все-таки догрыз очередного противника. И мы переходим уже непосредственно в бискве с боссом крэнгом номер один праймом. Так, вот он лучший крэнг. Босс боссов. Жуткий, прикольный, страшный, необычный. И сейчас посмотрим, что он сделает. Итак, ударом щупальца он сразу же снимает довольно-таки приличный кусок жизни пиццеллицева. Но он сумел восстановить здоровье. И пиццеллицева, в свою очередь, метает кальционы. Подрывает, уничтожает часть жизни крэнга классический. Просто крэнга. И да, он продолжает атаковать нашего пиццеллицева. Что, конечно же, неприятно. Но я надеюсь, что зомби-пицца нам поможет. Итак, метну вот это блюдо. Вот пиццеллицы опять же снимает. Уже две трети жизни осталось у крэнга номер один. Он пытается все-таки как-то контратаковать. И что же? Выстрелом из плазменной пушки он пытался поджарить нашего пиццеллицева. Но тот только восстанавливает силы. И мы продолжаем пытаться уничтожить противника. Ну что ж, как-то так. Вот выживает. Даже пытается контратаковать. Но я не думаю, что это ему поможет. Итак, мне нужен финальный добивающий удар. Хотя, вот не дает крэнг номер один. Вы видели, он сам первый атакует. Тем не менее, у нас появилась возможность. Специалисты заплевывают его раскаленным сыром. Постепенный урон догрызает врага. И это победа. Да, постепенный урон все-таки догрыз противника. И мы получаем победу. Просто-просто невероятно. Хороший бой, хорошая битва, хорошая победа. И наша награда это... Давайте-ка посмотрим, какая же наша награда. Это ДНК вот просто мутагена. Ну что ж, ничего страшного. Тем не менее, сегодняшнее испытание пройдено. Вот называлось вот оно. Вот сражение с боссами. Вот тем не менее, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев вы хотели бы увидеть в следующем видео сражения с боссами. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok